Святая Церковь Обращаясь к своей пастве, Иоанн Златоуст сказал, «Знаю, что многие из вас хотели бы слышать Господа, увидеть Его, но вы имеете в Церкви большее. Через участие в жизни Церкви, через причастие святых христовых тайн вы не видите, не слышите, а вы соединяетесь со Христом. Никто из нас не сможет описать образ этого соединения. Это тайна, которая сокрыта от человека. Но Церковь верит, все мы верим, что под видом хлеба и вина нам преподается в Святой Евхаристии истинное тело и истинная кровь самого Спасителя. А если так, то слова древние «С нами Бог, разумейте языцы» обретают совершенно конкретный реальный смысл. «Если каждый из нас соединяется со Христом в Святой Евхаристии, то это значит, что реально с нами Бог. И, конечно, разумейте языцы и покоряйтесь». Святая Евхаристия есть центр жизни христианина. Это есть Таинство Церкви, как говорил об этом Симеон Новый Богослов. И говорил правильно, потому что в Таинстве Евхаристии Церковь является телом Христовым. Она проявляет свою сущность, свое естество. Таинство Евхаристии и есть Таинство Церкви. И вот очень большое значение для нашей духовной жизни имеет отношение к Таинству Святой Евхаристии. Разные есть практики. Некоторые считают, что причащаться нужно один раз в году. Эта практика порождена была псевдорелигиозностью русской интеллигенции до революционного времени. Люди практически были уже неверующими, но поскольку православие было государственной религией, то все чиновники, люди служивые, по крайней мере один раз в год обязаны были причащаться. А для того, чтобы не обманывалось начальство, нужно было в книге расписаться. Вот таким было благочестие. И нередко причащались марксисты, атеисты, люди вообще в Бога не верующие никак и, более того, хулящие Бога. Но без этой росписи в книге, свидетельствующем о том, что человек причастился, он многого лишался и шли вот на такое лицемерие. По милости Божией все это ушло в прошлое. Но задумываясь о прошлом, мы должны задать вопрос, а вот та самая страшная трагедия, которая произошла с православной Россией, уничтожение православной, самой могучей, великой, православной страны в мире. А затем господство атеизма и отход от веры очень многих людей. Что это все означает? Может, означает наказание за то небрежение к святой Евхаристии, которое было в то время, когда церковь имела все возможности и когда каждый россиянин имел возможность всегда причаститься к святых христовых тайнам. Но ведь соблазнились на либеральные, атеистические и всякие прочие идеологии. Затмило голову русской интеллигенции в особенности эта муть, этот туман, природу которого мы осознали только пройдя через десятилетия после революционной жизни. И, наконец, в конце XX века началось это массовое обращение людей снова к вере Христовой. И тысячи и тысячи стали приходить к таинству святой Евхаристии. И теперь, имея такую возможность, мы должны помнить, что причащение святых христовых тайн – это не обряд. И это не то, что нужно совершать только один раз в год, как это было принято в дореволюционные времена, как я уже сказал, среди нерелигиозной интеллигенции, но вынужденной причащаться, поскольку был такой закон и правило. Мы должны с вами причащаться всякий раз, когда есть потребность. А вот если потребности к причастию нет, и если отсутствие этой потребности мы прикрываем различными такими благочестивыми или псевдоблагочестивыми рассуждениями, «Вот я не готов, я не все прочитал, я вот чего-то еще не сделал, поэтому и причащаться не буду». Ни в коем случае нельзя, чтобы вот такие ложные аргументы отрывали нас от святой Евхаристии, которая в центре жизни Церкви, которая действительно является таинством Церкви. Поэтому, не причащаясь или редко причащаясь, мы как бы сами себя от Церкви-то отлучаем. А чем же мы еще можем духовно себя питать, как не силой божественной, которая является нам и с нами соединяется через причащение тела и крови самого Спасителя? Малу-помалу вот эти опасные заблуждения давно прошедшего времени о редком причащении проходят, и все больше и больше людей по воскресениям причащаются святых христовых тайн. Но надо бы, чтобы это стало действительно реальной потребностью современного православного человека, живущего в нашей стране. Богословский Еще раз нужно сказать, что всякие ссылки на то, что не достоин, не подготовился и так далее, они лишь только обличают нас, но не оправдывают. Поэтому дай Бог, чтобы, особенно в наше судьбоносное время, когда, по милости Божией, укрепляется вера в нашем народе через скорби, через страдания, Чаще всего так и бывает. Там, где идут военные действия, как мне говорили, там нет атеистов. Никто не встает в атаку, заявляя, что я атеист и никакого Бога нет. Даже он, если не исповедует веру в Бога открыто, то как часто тайно крестятся или зашивают себе в форму слова 90-го псалма или иным образом обращаются к Господу. И ведь это от того, что живая реальная потребность есть. Потому что кроме Божьей силы, что еще может спасти человека, подымающегося навстречу смерти? Ну, а мы, живущие в мирных условиях, что нам нужно еще такого, чтобы вразумить нас к тому, что, посещая храм Божий в воскресенье, мы должны приуготовлять себя к принятию святых христовых тайн и причащаться. Опять-таки, еще очень важное замечание. Причастие не должно восприниматься как некий обряд, тем более становиться привычкой и не сопровождаться искренним покаянием и молитвой. Вот дай Бог, чтобы такое литургическое и евхаристическое возрождение наступило в нашем народе, в православном нашем народе, в нашей Церкви. Чтобы люди осознали, что особенно в это тревожное время, когда мало что может вразумить, помочь понять происходящее, уберечь от беды, сила Божия остается единственной силой, способной преобразовать нашу жизнь и ограждать нас от всякого зла. И сегодня, в день установления святого таинства Евхаристии, когда Господь преподал первое причастие своим ученикам и апостолам, Когда Господь установил это святейшее таинство, мы должны с особой ясностью осознать, насколько же важным для души человека, для спасения человека, является соединение со Христом через вкушение евхаристического тела и крови Его. И да поможет нам Господь укреплять свою веру, возрастать в благочестие, что совершить невозможно без участия в этом бложественной благодати, в первую очередь преподаваемой нам через таинство святого причащения. Всех вас, мои дорогие, я поздравляю с днем установления таинства святой Евхаристии с Великим Четвергом. Аминь.